Роберта Крафта Если это такая большая ценность для господина Крафта и для соответствующей команды, у меня есть предложение. Мы изготовим, я попрошу наши предприятия изготовить какое-нибудь действительно хорошее, чтобы было видно, что это какая-то дорогая вещь, и с металлом хорошим, и с камнем. И чтобы это изделие из поколения в поколение передавалось в команде, интересы которой представляет господин Крафт. Я думаю, что это будет самым умным, самым партнерским решением этой такой сложной международной проблемы. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Порошенко сейчас является ведущим кандидатом. Он сообщил CNBC, что он будет готов сотрудничать с Россией в случае победы на выборах. А вы готовы с ним иметь дело, несмотря на то, что он выступает за более тесное сотрудничество с Европой? Где деньги? Пусть деньги вернут. Мы же на бизнес-форум приехали, правильно? Давайте говорить конкретными категориями. Три с половиной миллиардов, они нам должны... Пусть вернут деньги. Для начала разговора, так, чтобы создать благоприятные условия. Что касается господина Сноудена, я уже много раз говорил. Мы не имеем к этой проблеме прямого отношения. Вот он оказался на нашей территории. И я считаю, что из-за непрофессиональных действий самих американцев, которые его пытались поймать. Я же тоже в спецслужбах когда-то работал. Понимаете, в чем проблема? Если бы они не пугали никого, американские спецслужбы, он бы благополучно поднялся, полетел бы в какую-то страну, его по дороге посадили бы, он давно сидел бы уже в Зиндане там, подпарился в тюрьме. Значит, они всех напугали. Значит, он остался у нас в транзитной зоне. И чего нам делать? Ну, Россия не та страна, которая выдает борцов за права человека. Премьер-министр Путин призвал европейских партнеров выработать взвешенную энергетическую политику. Я не знаю, почему-то немецкой общественности не нравится атомная энергетика. Ну, я не хочу давать никаких комментариев. Вот, но... Я вообще не понимаю, что вы будете топить. Газа не хотите, атомная энергетика не развивается. А что вы будете, дровами топить? Ну, дрова тоже в Сибирь надо ехать. Мы с Романом действительно вместе надобно работаем. И у нас действительно очень добрые и личные отношения. Вот действительно так сложилось. У меня в Италии и с ним всегда были дружеские отношения. И с Берлускони, с которым они постоянно конфликтуют на политической сцене. Берлускони судят сейчас за то, что он живет с женщинами. Если бы он был гомосексуалистом, ему пальцем бы никто не тронул. Ну, бог с ним. Это сейчас не об этом, я о другом. О том, что... О том, что сейчас сказал Роман. Обратите внимание. Ведь он не просто интеллектуал. Он же профессор, доктор. Он действительно реальный интеллектуал европейский. Но он еще и до мозга костей бюрократ европейский. Вот посмотрите, что он сказал. Отношение России и Европы – это как отношение икры и водки. Но и икра и водка – это российские продукты. Это продукты российского происхождения. Значит, они ведь привыкли в Европе как? По известному принципу. Сначала давай съедим твое, а потом каждый свое. Я с удовольствием слушаю весь предыдущий разговор и, конечно, выступление президента. Я немножко ощущаю себя некомфортабельно, как тот швартовский честный старик, который сказал, господин президент, я честный старик, мне нечего терять, вы гений. Вот я не хочу выступать в этом духе и не буду. А зря. Чего проще рассказал и все. Если вы мне разрешите, я объявлю последние два вопроса. Потому что вопросов много, здесь много знакомых лиц. Вот там в задних рядах Алексей Кудрин прячется в тени. Леша, где ты прячешься? А что, у тебя вопросы есть какие-то? Я имела в виду, что лиц вам знакомых здесь много и на все вопросы мы не ответим. Давайте два последних вопроса. У меня к нему вопросы есть, у него ко мне какие-то вопросы. Давайте спросим у господина Фириона, он будет выставлять свою кандидатуру на должность президента Французской Республики? Можно коротко ответить, односложно. Я сказал, как отрезал. Я не стал бы отвечать на этот вопрос, потому что вы на него не ответили, когда вам задали этот вопрос. Прямо в глаза. А если я отвечу, вы ответите? Посмотрим. Я не исключаю. Я тоже не исключаю. Россия играет важную стратегическую роль. И несмотря на неудачи в определенных вопросах, которые нам следует решать, и тут при этом ясно, что российский президент не всегда выражается тихо, но иногда и несколько громко. Но, тем не менее, это не мешает нам дальше кооперировать. Громко приходится выражаться для того, чтобы услышали. Если слишком громко, я прошу меня извинить. Извините. Большое спасибо. Я хочу передать вам слово, господин президент. Альмур Рабиев. Госпожа, федеральный канцлер сказал, что я, что, что она пока не знает, кто несет ответственность за рекапитализацию проблемных банков. И в то же время сказал, что я иногда очень громко выражаю свою точку зрения. Я сейчас скажу шепотом. Надеюсь, что не за счет клиентов. Ведь не может эффективно работать единая валютная зона без единой бюджетной, фискальной политики и без единой макроэкономической политики. Особенно, если членами этого союза являются субъекты с разным уровнем экономического развития. Поэтому, как это будет сделано? Либо будет создаваться федеративная, объединенная какая-то государственная структура Соединенные Штаты Европы. Либо это будет делаться на основе отдельных договоров и соглашений. Знаете, у нас это все равно. Важен результат. Много всяких анекдотов можно привести на этот счет. Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же. Понимаете? Понимаете, наверное, эту штуку известную, когда человек пришел на Лубянку и говорит, я шпион, хочу сдаться. Мне говорят, а вы чей шпион? Американский. Ну, тогда в пятую комнату. Он пошел в пятую комнату. Я американский шпион, хочу сдаться. А у вас оружие есть? Есть. В седьмую, пожалуйста. Он в седьмую, я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. В десятую? В десятую. Шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. А средства связи? Есть. В двадцатую комнату пришел я шпион, у меня есть оружие, средства связи, хочу сдаться. Его спрашивают, а задания-то у вас есть? Есть. Ну, идите и исполняйте, не мешайте людям работать. Чем занимались наши коллеги, понятия не имею, но думаю, что двум президентам всегда есть о чем поговорить, что-то обсудить, куда-то сходить. Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они. Мы вот вместе пойдем, мы пойдем сейчас на ужин, меня коллега пригласила, я сказал, мы будем говорить его о Чехии. Ну, что, все, наверное. Не пора ли ввести налог на роскошь? Это первый шаг для устранения этой чудовищной и размирающей нас неправды. Налог на эти золотые дворцы, на эти бриллианты, которыми он всыпает себя с ног до головы жены и возлюбленных наших олигархов. Ибо развитие и справедливость – это синонимы. Как вы отличаете жены от возлюбленных? Какое-то… по запаху? По возрасту? Что касается запрета пропаганды гомосексуализма, речь идет не о введении каких-то санкций за гомосексуализм, либо за… Ну, в общем, понимаете, за что. Речь идет о том, чтобы оградить детей от соответствующей информации. А вы сейчас прямо здесь, но я просто не верю, это как бы во сне. Ну, да, и у меня… Я вас ущипну потом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова